Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. И у вас все будет получаться. Великолепный сок получился. Потому что пропорции подобрел праведу. 8 июня. День Карпа. Назван в честь святого Карпа, апостола из 70. Он был последователем и слугой святого апостола Павла. Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово и на острове Крити. Здесь он принял в дом свой святого Дионисия Ареопагита и видел Господа. Явившегося ему в видении в то время, когда Карп просил его предать казни двух грешников. И слышал голос его, возгласивший, мучь меня еще, ибо я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей. В этот день обязательно отправлялись на рыбалку, так как считалось, что в этот день клюет Карп. В православной церкви сегодня почитали память Карпа. В народе Карп стал почитаться потому, что его имя созвучно с названием вида рыб. Карпа – сазана. Рыболовы молятся Карпу о хорошем улове. В этот день в дом приглашали печника, который осматривал печь и при необходимости делал ремонт. А после работы мастера обязательно угощали караваем. И еще один ломать каравая сегодня обязательно клали за печь. Это делалось для того, чтобы покормить домового, которого побеспокоили во время печного ремонта. Вообще к печникам относились с большим уважением, поскольку от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме зимой. Сегодня ставили домашнюю посуду, горшки, плошки, подцветущие кусты шиповника. Считалось, что цвет шиповника помогает избавить посуду от неприятного запаха. Люди ценили время цветения шиповника и старались подышать его ароматом для укрепления здоровья. Что касается садовых работ, то сегодня можно удалять ягоды крыжовника и черной смородины, если они поражены огневкой. Приметы. Сегодня много комаров, последняя декада июня будет теплой и, возможно, дождливой. Хороший урожай щавеля к теплому лету. Старину говорили, что сильный рост она карпа хорошему урожаю. Кстати, я уже несколько раз рассказывал, что такое вообще сок. Само по себе любое растение, как и наш организм, защищается от воздействия вредных грибков и микробов иммунитетом. Этот иммунитет имеется в нашей крови, что немаловажно. Так вот, в соке любого растения содержатся вещества, которые подавляют жизнедеятельность любых бактерий и грибков. Если бы этого не было, то что бы получалось, грибки и бактерии бы его сразу же сожрали, а так нет. И когда мы пьем этот сок, то мы с вами укрепляем свой собственный иммунитет. Это очень и очень хорошо. Хорошие результаты при регулярном употреблении ауреичного сока в сочетании с сока морковки и салата наблюдаются при многих кожных заболеваниях. А почему это происходит, можно спросить. Да потому что кожа, когда у нас не справляется кишечник и почки, начинает кожа работать как орган, выводящий различные шлаки из организма. И естественно, так как кожа к ним не приспособлена, она начинает страдать. И у нас начинают возникать различные заболевания. Кстати, давайте сделаем сок из салатика. Зеленый салат у нас есть в листочке. Листовой шпинат, конечно, отдавится, сок с него получается, но не так, как хотелось бы. Конечно, лучше всего такая соковыжималка работает с такими вот водянистыми овощами. Итак, мы с вами берем, нарезаем, вот, салат, листья салата включаем. Нормально дальше. Салат. 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 итак мы с вами сделали теперь смесь соков морковка огурцы и салат пробуем так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм то как раз они растворяют вредные кислоты способствует их лучшему выведению из организма шестые лунные сутки энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания что располагает к разного рода гадания в древней руси священные вещи предсказывающие будущее была птица женской головой гамма-ю поэтому и лунные сутки получили это название энергетически активные легкие поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик если органы дыхания больны то сегодня лунные сутки на лучшим образом подходят для их лечения в этот день не переедайте чтобы энергия поступающая через легкие не тратилась на пищеварение а больше направлялась на обновление организма уединение молчание сегодня приветствуются благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч